Чем больше лет, тем больше жить хочется. И жизнь это как раз проигрывает тот, кто не подготовился к старости. А старость, я всегда говорю, это не возраст, это потери мышечной ткани. А здоровье восстанавливает либо сам человек, который желает жить, и он начинает понимать, что я хочу двигаться, я хочу двигаться без боли, я хочу наклоняться, я хочу себя обслуживать в любом возрасте. Только через мышцы мы можем локально, дозированно дать необходимое питание веществ тем отделам тела, которые в этом нуждаются остеопорозы. Надо всегда понимать, что аминопауза – это прежде всего остеопороз, деминерализация костной ткани. То есть это недостаток того же кальция. Но это не значит, что надо пить препараты кальция, это обманка. Выдох. Выдох для того, чтобы снизить внутри черепное давление и внутри грудное давление. Здравствуйте, дорогие друзья. Я пришла сегодня к доктору. Вы его все отлично знаете. Я не сомневаюсь, что он будет вам очень полезен. Но вот что я еще хочу, чтобы мы с вами сегодня приняли, кроме его рекомендаций и упражнений. Мы не можем с вами повернуть время вспять, и нужно реально смотреть на вещи. С биологической точки зрения мы с вами начинаем стареть, едва родившись. Это основная работа нашего организма – менять старые клетки на новые, но только с возрастом. Все эти процессы обновления сильно замедляются. И нам с вами нужно самим все время бросать поленца в огонь. Движение. Каждый день. Любого движения. Нам нужно все больше и больше. Это то, что обеспечит после 45 лет интересную, активную, эмоциональную, полную новых красок жизни, а не старость. Сергей Михайлович, у вас вышла книга «Для нас, для женщин. Женское здоровье». Какая главная мысль? Что вы хотите до нас донести этой книгой? Главный месседж? Главный месседж, что женщина с детства должна быть готова к тому, что она родит. И когда она родит, проведет беременность, чтобы она после родов осталась в той же красивой форме, в которой была. То есть 30% женщин после родов имеют боль в спине всю оставшуюся жизнь. Потому что у них очень много запретов и непонимания самого процесса беременности, который, с моей точки зрения, не является болезнью, является естественным состоянием женщины. Это, собственно, и есть. Это первая позиция. И вторая позиция, касаемая женщины, это то, что они должны подготовить себя к жизни после 45-50 лет, когда их настигают а, остеопорозы, часто от гормональных препаратов, сами понимаете, какие их. И второе – опущение тазовых органов. Это очень печально, деликатная тема, они любят об этом говорить. Да, действительно. И опущение, и геморрой, и запоры. И вот этого не должно быть. Это всю жизнь превратить в ничто. Ты прожила красивую жизнь, вырастила детей, дай бог, чтобы здоровых и так далее. И сейчас ты уже должна жить с собой, а жить нечем, осталась одна труха. Как говорил известный философ, жаль проживать жизнь, когда понимаешь, что осталось на донышке. Да и то, что осталось самое скверное. К сожалению, врачи очень часто считают, что какой-то этап возрастной женщины – это, естественно, какая-то болезнь. А что ты хочешь? Тебе уже 50. Чем больше лет, тем больше жить хочется. И жизнь – это как раз проигрывает тот, кто не подготовился к старости. А старость, я всегда говорю, это не возраст, это потери мышечной ткани. То есть одно из правил красоты и здоровья – это все-таки гимнастика, в основе которой лежит и кровоток, и метаболизм, обмен веществ, и внешнее качество очень приятное, и возможность полностью себя обслуживать в любом возрасте. Скажите, а как переключить внутреннюю установку женщины вот с этой позиции «мне нужен доктор и таблетка» на «мне нужен клуб, парк, мне нужны физические упражнения, танцы» в конце концов? Насколько можно повлиять на эту внутреннюю установку? Надо понять одно – медицина не учит здоровью. Она учит адаптации к болезни, манипулируя лекарственными препаратами и запретами. Поэтому в поликлинике, в больнице здоровья не найдешь. Хирурги отрезают то, что уже вышло из строя. Они не восстанавливают здоровье. А здоровье восстанавливает либо сам человек, который желает жить. И он начинает понимать, что я хочу двигаться, я хочу двигаться без боли, я хочу наклоняться, я хочу себя обслуживать в любом возрасте. Есть у меня площадь 9-10 квадратных метров, это уже мой спортзал. Я ориентирую не на спорта. Мы говорим о нормальном человеке, который занимается инженером, архитектором, художником, домохозяйкой. А домохозяйка – это вообще сложная тема. Ведь это сложно работать, целый день. Ты вроде крутишься, ухоешь. Вроде крутишься, да. Но это не те движения и не та нагрузка, которая должна быть. Ведь должна быть еще и аэробная нагрузка, правильно я понимаю? Три вида нагрузки. Так. Аэробная, это бег, ходьба, половина велосипед. Сейчас модно скандинавская ходьба. Я приветствую, только надо их научить ходить, правильно. Ну, лучше пусть ходят с палками, кое-как чем сидят у телевизора, да, смотрят эти самые сериалы. Второе – это обязательно силовая мышца. Ведь когда я спрашиваю, зачем человеку мышцы, мне подавляющее число людей, даже врачей, и даже врачей-невропатологи говорят, мышцы для того, чтобы там ходить, двигать костями. Я говорю, да, это двигательная функция. Но главная функция, если мышц мало, они плохо работают и редко, плохо работает кровообращение, сердечно-сосудистая система, потому что в мышцах проходит вся кровеносная система, нервная система, лимфатическая. Я говорю, потеря мышц – это значит потеря питания органов. И силовые упражнения, типа отжимания, приседания, пресс, они должны быть в рационе нашей гимнастики. И третье – это стрессинг, растяжка. Обязательно. Вы нам покажете какие-то упражнения, да? Конечно, конечно. Я, правда, сегодня не в форме. Ну, у нас есть ученики. Вот если мы говорим о женщинах 45+, если мы говорим о менопаузе, об этом периоде очень сложном, идет перестройка. Какие основные поломки, вот такие общие, которые случаются, и что можно с этим сделать вашей техникой? Надо всегда понимать, что менопауза – это прежде всего остеопороз, деминерализация костной ткани. То есть это недостатка тоже кальция. Но это не значит, что надо пить препараты кальция, это обманка. Как говорит одна моя знакомая женщина, эндокринолог, не знаю, пусть это вы или нет, будешь какать статуэтками, но кости крепче не станут. Потому что обмен веществ – это когда, так сказать, идет по закону осмоса, когда питание и скрой поступают за счет сокращения мышц, а не за счет парорального применения таблеток. Какие упражнения могут помочь при остеопорозе? Поэтому остеопороз, чтобы не было деминерализации костной ткани, хрупкость костей, особенно у женщины, это шейка бедра, это лучезапясный сустав. И очень часто у женщин страдает позвоночник, грудной отдел, они все сутулицами начинаются. И надо понять, что только накачивая кальций в кости физически, то есть через кровь, мы можем этому предотвратить. Допустим, чтобы у вас не было перелома шейки бедра, конечно, это приседания. Но приседания сначала с удержанием сезонеподвижного опора, мы это можем показать. Второе – грудной отдел. Грудной отдел у женщин – это еще и есть передний отдел, мастерпатия, рак молочной железы. И лучшее средство профилактики – это отжимания от пола, отжимания от кушетки, отжимания от стены, отжимания на коленях, я говорю, женское отжимание. Но главное, чтобы работал отдел межреберной мускулатуры и позвоночника. И это надо регулярно делать. Ну а чтобы слабоумие не наступило, чтобы кровь в мозг поступала в хорошем порядке, надо еще подключить, конечно, и мышцы брюшного опора, которые как помпа качают кровь сверху до лезда. Вот три упражнения. Правильно ли я понимаю, что именно с помощью упражнений, о которых вы сказали, мы очень адресно загружаем полезные вещества, которые в нас уже есть, они поступают с метаболизмом, мы загружаем их именно в зоны наибольшей проблемы такой. Уловили абсолютно правило. Только через мышцы мы можем локально, дозированно дать необходимое питание веществ тем отделам тела, которые в этом нуждаются островы. Любая женщина должна понимать, сможет она сделать этот тест, который я покажу. Если она не сможет сделать, тем более в 45 и выше, у нее обязательно будут артрозы коленного тазоберного сустава, остеохондроз поясничного отдела и, конечно, опущение. Возьмите, согните ногу, правую ногу, правой рукой возьмите за свод стопы, не за носок, это 5 сантиметров, за свод стопы, неподвижную часть. И на выдохе, чтобы не порвать связки, спокойно выпрямите ногу. Выдыхаем. Ну, давай, давай, выпрямляй ногу. Это называется симптом кузнечика. Ноги длинные, мышцы короткие. Я могу и выпрямить ногу, порой связки. То есть вы должны, когда у вас все хорошо, должны взять ногу и спокойно ее выпрямить. Так, я думаю, что это мало кто сможет. А вот по вашей статистике, сколько человек, которым вы делаете такой тест, его проходят? Сколько? Один из десяти. Один из десяти. Лягте на спину, ножки поставьте пошире. Стопа стоит. И на выдохе спокойно положите одно колено на пол. Причем таз особо не двигается. И другое. Вот если таз двигается вот так, это уже беда. Если нога, колено опускается до пола без боли, ну она еще так не растянут, чувствуешь, да? Запас есть, да? То есть у вас зона тазоберного сустава надо, как всегда, отдуктора, обдуктора растянуть. Потому что коксоартроза нет, я это сужу, потому что сустав крутится, он должен крутиться. Но если вам вот это упражнение выполнять больно, вот ножки пошире, вот так опускаешь, опускаешь. Если не больно, приятно, то это хорошо. Теперь Лена меня спрашивает, а как избавиться от этой ригидности? Ну ригидность – это жесткость. И, кстати, это упражнение, которое я вам сейчас покажу, не только восстанавливает антропометрическую состоятельность мышц бедра, но и препятствует образованию тромбов, если у женщин варикозное расширение вен. Сейчас модно варикоз выдергивать или склеорозировать. Это не решает проблему. Решает проблему упражнение, которое мы с вами покажем, которое направлено на профилактику тромбозов, потому что варикоз не исправишь, это генетика. Мы надели специальные манжеты, ложится на живот, фиксируется руками. И мы используем сегодня тренажер, хотя можно использовать и резиновые амортизаторы, или спандеры силиконовые. Но так как вы в профессиональном зале, я хочу спросить, Лена, какой у вас вес тела? 59. 59. У нас под каждый вес тела есть свой критерий сил. Допустим, 59 килограммов, Лена должна спокойно 30 килограммов двумя ногами сгибать-разгибать. 30 килограммов. На каждую ногу по 15. Я цепляю 30 килограммов. 30. Вот. Цифра 30. За специальный крючок цепляю ей ножки. Держись за стоечку, внимание. Вот. Это, кстати, тест на возраст. И Лена спокойно должна сгибать 20 раз ножки. Давай. По одной или две? Нет, две сразу. Ну, давай, давай, да. Вот, видишь, бедро работает. Она должна согнуть так, чтобы у нее ножки сюда ушли. Ну, поехали. То есть, на выдохе. Давай, давай, еще 20 раз. Ну, молодец. Я даже думал, что она справится. Если трудно, всегда можно уменьшить вес, чтобы она, так сказать, глаза не вылезли. Я вес уменьшаю. Поехали. И вот, Лена уже делает это упражнение. Она спокойно сделает 20 раз. 5 раз уже сделала. Для чего? Мы сейчас спускаем кровь по сосудам бедра. Разогреваются мышцы. Они становятся мягкими. Растягиваются коленные суставы, тазоберные суставы. Частично растягивается поясница, крестцовый отдел позвоночника. И туда нагнетается кровь. Упражнение совершенно безопасно. Умничка, умничка. Я снимаю ее, это приспособление. И непростое движение. Теперь ложись на спину. Внимание, внимание. Ложись на спину. И берешь правой рукой, ну давай, левой рукой левую ногу. И выпрямляй ее. Выпрямляй. И она спокойно выпрямляет. Вы видите? Вот и фокус. Ну, немножко тянет, да? Другую ногу сделай. На выдохе только. Вот она спокойно выпрямляет. То есть мы разогрели эти мышцы, и проблем у Лены нет. Но если она два дня не поделает, мышцы снова сядут. Это то, что мы с вами говорили, что мышцы хранят информацию 48 часов. У нас есть такой универсальный эспандер, набор силиконовых эспандеров. А это... То есть дома без эспандеров особо так не работает. А как-то по-другому-то сделаешь. Вот мы берем, допустим, средний, красный. Синий – это тяжелый, зеленый – это легкий для бабушек, дедушек. Тут много упражнений. И мы цепляем за неподвижную опору. Неподвижная опора, не знаю, там, ножки дивана. Батарея? Ну, батарея нежелательно. И сгибаем ножки. Вот, смотрите. Вот тоже самое работает бедро. Чем раньше начнем его делать, тем меньше будет варикоза. Но главное, чтобы не было тромбоза. А в пропилактике тромбоза является работа мышц голени и бедра. Что мы, собственно, совершаем? Если я легко делал 20, пусть делал 50 раз. Но какой принцип? Мышцы должны гореть. Жжение такое будет. Вот когда у тебя жжение наступило, пусть это будет, я люблю цифры большие. 40, 50, 100. И ты почувствуешь, что ноги у тебя наполнились кровью. То есть возникло питание сосудов. И эта кровь пошла дальше. Дальше уже второе упражнение для пресса. Это как раз для женщин актуально. Запоры, опущение органов. Это вторая часть нашего урока. Но мы сейчас поднимаемся на второй этаж тела. Очень важно, особенно для женщин. Особенно 45 и выше, потому что у них ослабевает мышцы брюшного пресса. Висит живот. Опускаются органы. Плохо работает кишечник. И масса-масса неприятностей, связанных с опущениями. Поэтому в этом все причина слабого брюшного пресса. А брюшной пресс, по идее, должен работать без выходных. То есть ежедневно надо делать хотя бы какое-то количество упражнений на мышцы брюшного пресса. Самое простое, самое безопасное, одно из самых эффективных. Это упражнение кранч и лежа. Или сгибание туловища, лежа на спине. Лена, ложимся на спину. Ноги сюда. Вы дома. Легли на пол. Возле кровати, возле дивана. Ноги согнуты в коленях. Поближе ложимся. Положение на диван. На стул. Поближе еще. Вот. Чтобы немножко такой острый угол был. Между бедром и телом. Руки к ушам. Вот так положили. Не хвататься за... А то начнется кивание головой. Согни голову, шею. Ну, вот так. И начала локтями доставать колени. Выдох. Обязательно на выдохе. Ну, давай, давай, давай. Выше. Ах. Еще. Делайте это упражнение до отказа. Пока сможете. Сделали 10 раз. Устали. Легли на спину. Отдохнули. Сделали глоток воды. Повторяем. Еще одну серию. По 10. Вот, вот. И чем выше вы встаете, чем выше встаете, тем, конечно, лучше ваш работает брюшной пресс. Понятно? Если вам тяжело к ушам, в конце концов руки вот вперед и поехали. Вот так. Давай, помогай себе. Ну, вы можете как-то зафиксировать ножки за какую-то там спинку кровати, дивана. Тогда легче будет работать чистый брюшной пресс. Обратите внимание, что очень активно работает позвоночник. Это пояснично-грудной отдел. Тоже зона остеопороза. Компрессионный перелом позвоночника при остеопорозе, как правило, находится в зоне грудно-поясничного отдела. Переходная зона. И вот это упражнение, сгибание и разгибание, сгибание сохраняет эластичность глубоких мышц позвоночника. Отдохнуло, глоток воды. Третий этаж тела, это пояс верхней конечности. Это женщина молочной железы, то есть профилактика рака молочной железы, ни больше, ни меньше. Это остеохондроз грудного отдела, это кифоз, это сутулость, женская тема. Остеопороз, я всегда вижу, как женщина, сутулость спина, значит это уже остеопороз. Хотя и может быть там 50 лет, 55 лет. И наконец головные боли. Это все для того, чтобы упражнение мы качали кровь через шейный отдел в голову. И универсальнейшим упражнением является отжимание от пола, от скамейки, от стула. Кстати, заодно укрепляют задние пояски руки. Прощальные руки, знаете, когда там до свидания дорогой. У нее здесь все мотня такая. И поэтому чем больше отжимания, тем крепче рука. Простое упражнение. Встанем на колени для начала. Для начала от кушетки. Хотя лучше от пола, конечно. Ноги стоят спокойно. Ноги можно чуть-чуть пошире сделать, чуть-чуть для устойчивости. И начинаем отжиматься так, сгибая руки, чтобы голова смотрела вперед и грудь касалась кушетки. И на выдохе. Ха. Вдох, выдох. Спина не должна проваливаться. Спина прямая. Поехали. Вот, молодец. Спина прямая. Как только спина начинает проваливаться, это беда еще и со спиной. Выдох. Выдох для того, чтобы снизить внутри черепное давление и внутри грудное давление. Это очень важно для женщин, имеющих ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, головные боли. И выдох, снижая внутри грудное давление, внутри черепное, улучшает кровоток. И тем самым уходит в болевой синдром. То есть вот эти болезни, о которых вы сейчас сказали, не являются противопоказанием для того, чтобы делать его? Они являются показанием. Ну, от простого к сложному, от трех отжиманий до 20 отжиманий, от одной серии до пяти серий и так далее. Но ежедневно, со свежим воздухом, обязательно открыть форточку. Встала, отдохнула, встряхнула руки. Нет, ну, не обязательно вставать даже. Встряхнула руки. Ну, а можешь сжаться от пола классически, для более молодых? С прямыми ногами? Нет, так же с коленей. И вот женское отжимание классическое. Тоже ноги стоят на полу. Ноги пошли, смотри вперед и отжимайся. А что тяжелее? Вот это же, видишь? Провалился сразу. У меня слабые руки. Сразу провалился. Вот, видишь? А я прошу 10 раз, ну, хотя бы 5. Чтоб в финале было 3, это еле-еле, давай. То есть это уже все. Это уже не соответствует своему возрасту. Давайте не будем пугать наших зрителей. Не будем пугать, молодежь, Леночка. Можно начать с одного. Хорошо, ну, поняла, да, что встреча с реальностью выглядит как разрушение иллюзий. То есть ты о себе можешь думать все, что угодно, глядь на себя на красивый устроек, пока не отожмешься. После 45-ти вот эти изменения, они ведут к тому, что действительно женщина теряет свой былой силуэт, ноги набирают вес и считают, что это неизбежно. Тело меняется. Даже в росте люди уменьшаются. Это остеопороз. Это остеопороз. Это не просто старение, время, и так, в общем, так случилось. А это то, с чем можно работать и бороться. Чем ты слабее, тем ты больнее. Но если ты привык делать гимнастику регулярно, и в 20 лет, и в 30, и в 40, и тем более в 50, то ты не замечаешь этого периода. Ополняет от того, что гиподинамия, отсутствие упражнений, которые помогают сжигать продукты питания, которые поступают на скопечку. Это общее отсутствие культуры физической, потому что все знают про здоровье, никто ничего не знает, как его взять. Все знают про диеты, и никто не знает, как запустить и усилить метаболизм собственный. Я всегда говорю, еду надо заработать, еду надо отработать. Не садись кушать, пока ты сыт, пока у тебя нет голода. После еды, сев за еду, убираю голод, но оставляю аппетит. И как только голод утолил, остальное считаю, что съел. А куда все остальное? Считаю, что съел. Научиться готовить меньше. Покушал, отработай. Не ложись сразу на диван. Походи. Хотя бы по кухне. Помой полы, я не знаю, одежду. Ну только не ложись. Лежание укушает метаболизм. И третье. Не ешь, допустим, на ночь. Это простая вещь. Ну все-таки иногда хочется. Ну съешь такое простенькое, типа салата. Мы говорим, я знаю, что есть такое правило, 10 тысяч шагов в день. Мало для кого реально. Вот для меня, например, нереально. Очень, ну у меня нет такого количества времени, чтобы полтора часа в день просто ходить. Два, я считал. Два часа. 10 тысяч шагов – это два часа. Непрерывной ходьбы. Ну у нас положили в карман шагомер и считаешь шаги за день. Да. В бутики, на кухне, в метро. Но это неправильно. 10 тысяч шагов японцы считали непрерывной ходьбой. Это аэробная нагрузка. Да. Причем на уровне 6-6,5 километров в час. Кеннет Купер, основоположник, с моей точки зрения, в мировом, по аэробике, он расписал в своей книге «Аэробика для всех», все нагрузки, шаговые, приседания, велосипед, плавание, ходьбу. Он сказал так, что 8 минут непрерывного движения с определенной скоростью показывает твой сердечную достаточность. 12-минутный тест, если непрерывно 12 минут показывает, твой уже здоровость. То есть, если может 12 минут в хорошем темпе, с хорошей нагрузкой идти, значит, уже тест здоровый. Но 15 минут – это совершенно универсальное время. Вот я себе даю 15 минут ежедневная аэробная работа любой. Кардиотренажер, нет кардиотренажера по улице, по улице, палки скандинавские и так далее. И ты иди максимально быстрым шагом, спотеть должен немножко. Но если у тебя пошла дышка, сразу прекрати быструю ходьбу, иди плавно, пока не восстановится твое дыхание. Дыхание – это главный критерий. Нужно натренировать выносливость такую. Именно выносливость. Именно выносливость. И главный критерий – не менее 8 минут, максимально 15-20 минут. Просто очень много женщин за 45 очень активных. Они до 70 лет работают, и вообще и внуки, и семьи, и так далее. И поэтому вот что важно, важнее? 15-20 минут каждый день или всё-таки тоже хорошо и принесёт пользу час выходной день? У них есть только, может быть, один выходной день. И там, может быть, есть 45 минут или час. Дело в том, что минимум 3 раза в неделю надо давать упражнения на всё тело, чтобы проработать руки, живот, ноги. На это уходит где-то около часа. То есть 3 раза в неделю силовые и растягивающие упражнения. 3 раза в неделю аэробная ходьба. Выходной. На выходной просто потянись, прими холодную ванну, подыши, прогуляйся там с собаками, с кем-то, кто у тебя есть в доме. Но не лежи в постели. Ой, да нам всем хочется иногда. Ну, поваляться иногда можно. Но пусть это раз в неделю будет такая зона полный релакс, полного расслабления. Но не надо этим увлекаться. И ещё я не советую расслабляться в тёплой ванне. Женщинам после 40 лет. Почему? Так приятно, говорят, релакс. Всё, что приятно, приятно для болезни. Всё, что неприятно, полезно для здоровья. Дело в том, что лёжа в тёплой воде, расслабляйся, у тебя расслабляется скорость кровотока. Замедляется, да? И опускаются органы. И ухудшается работа мышц у стопа роста. И главное, самое печальное, образуются тромбы. Если ты принял тёплую ванну после гимнастики, это хорошо. Контрастный процедур. Смыл пот, закончил холодную воду, это здорово. Но когда лежат, пока в кино, в мыльной пене, с телефоном разговаривают, с мобильным смотрят, и на это уходит 20-30 минут, всё встанет, она с опущенными органами. Женщинам категорически не рекомендую в 45 лежать в горячей воде. Потрясающе. То есть после 45 мы меняем привычку принимать расслабляющие тёплые ванны с солью и с пеной на 5 секунд холодного душа. 5 секунд холодного душа. Мне очень нравится, когда вы тело, в том числе женщины, делите на этажи. Да. И вот мы поговорили про уступороз. А вот если говорить о верхнем этаже, это тоже шея, это сердце. И голова. И голова. И здесь, конечно, и стрессы, и зажимы, и неправильные привычки ежедневные, которые формируют здесь такой просто пояс проблем. Щитовидная железа. Щитовидная железа. Это стресс. Вот. Это неправильное отношение к себе. Вот, щитовидка. Да. И поэтому, чтобы от неё избавиться, то, конечно, надо делать упражнение для пояса верхних конюстов. Отжимания, тяги всевозможные, растяжки, так сказать, позвоночника в шейном отделе, они способствуют кровотоку в сосудах головного мозга. Истерпывайся ответ. Спасибо вам огромное. Спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин